А мне лишь остается напомнить, что церемония открытия всемирных студенческих игр состоится 6 июля в Казан-Арене. Универсиада стала темой для участников и нашего телевизионного конкурса «Дети рисуют страну». Более 5000 рисунков поступило от юных художников, в том числе и на тему экологии. Накануне Дня защиты детей наградили самых талантливых. Их поздравила и наша Екатерина Белалова. Сегодня все внимание детям. Самые талантливые дошли до финала. 7 лет наша телерадиокомпания организовывает конкурс «Дети рисуют страну». И с каждым годом участников больше. Сложнее и жюри выбирать победителей. Конкурс все больше становится таким популярным, который вовлекает все большее количество детей и это радует. Хотя для членов жюри это дополнительная сложность. Из огромного количества замечательных работ нужно отобрать самые-самые лучшие. Полет фантазии детей не ограничен. В год экологической культуры нужно сохранить свой город чистым. Тему окружающей среды юные художники изобразили ярко. Это густые леса, цветущие луга, птицы и животные. Мне было очень весело. Рисовать хотелось. Надо ухаживать за окружающей средой. Плохо это. Когда везде мусорит, в лесу огонь оставляют. Деляра Шихуддинова из Набережных Челнов перешла в третий класс. Ее работа стала лучшей в этой номинации. Первое место. Деляра Шихуддинова. Детская художественная школа номер 2. Город Набережный Челны. Мы увидели, что детей интересуют вопросы экологии, вопросы сохранения земли, воздуха, воды. Рисунки яркие, рисунки оптимистичные, как сами дети. Ребята постарше в качестве конкурсных работ выбрали тему универсиады. У каждого уже есть любимые виды спорта и свои кумиры. Представители детской школы искусств Лаишева вдвоем нарисовали эпизод соревнований по вольной борьбе. Они стали первыми в этой номинации. Итоги подведены. В следующем году будет уже новая тема. Но независимо от поставленной задачи, рисунки детей, как и все предыдущие годы, будут отличаться особым оптимизмом, радостью и разнообразием красок.